История новопортирования. Я немножко уже анонсировал, а это сегодня. Что и будет в следующем? Как-то достался мне один кусочек джаваскриптового кода, поэтому эта эмблема вынесена вот сюда наверх. Ее нужно было подпортировать под мобилу. Все проблемы, с которыми я столкнулся, я не хочу писать. Доклад будет глубоко личным, то есть там не будет какой-то общей теории, а скорее некий опыт и мои эмоции. Поэтому повода хуже. Поэтому... Так, представьте себе, что у нас есть заказ. У вас есть какой-то безумный кусок джаваскрипт-кода, который нужно приобретить в суперкуплер, лайбрари, SDK, что-то там. Под Android, да, ее под Windows Phone тогда еще заказы не поступало, поэтому под Android и я есть. Что представляет из себя этот кусок джаваскрипт-кода? Ну, это куча глобальных перемен, которые лезут куда-то вне предела этого куска кода. Он явно выдран из чего-то. И огромное количество вызовов серверов по уровням, которые, скажем так, собираются в местах тоже где-то в коде, где-то частично какие-то куски приходят извне. Не совсем понятно. То есть там некие URL-билдеры в JavaScript за запеком. То есть каких-то явных URL нет, на которые нужно посылать. В зависимости каких-то параметров. Ну и, конечно, нужно сделать... То есть кто тоже был библиотекой для, видимо, JavaScript-разработчиков или VF-разработчиков, теперь нужно эту штуку подарить мобильным, чтобы они могли встраивать свои приложения. Ну, моя первая мысль. Сразу поясню. По стеку технологий, из всего этого стека мне был знаком, пожалуй, только Android. Остальные два вызывали, если нет вращения, это небольшое раздражение на кожу. То есть первое было непонятно. Блин, почему я должен делать что-то в iOS? Я не хочу. Это вообще чуждо. Вот. JavaScript-тизеры меня тоже не привлекали. То есть я JavaScript на тот момент вообще не знал. Так, видел чуть-чуть. Поэтому некоторые его особенности были за определенной завесой. Но я испытал некую ненависть к этому проекту. Ну, с этим тоже нужно было что-то делать. Вот. Ну, это был мой первый коммерческий проект на Android. У меня появилось консорсов. Я подумал, да, надо что-то сделать хорошее. Вот. Проблема проекта заключалась в том, что это не было какое-нибудь стандартное приложение с юхами, с техническим заданием или еще чем-то. Это было бы выгодно такое портирование и при этом написание нормальной, по-моему, ценной библиотеки. Дело в чем? Ну, наверное. Если б я делал эту библиотеку в себе, я бы, наверное, залил бы на GitHub, не писал бы никакую документашку, ничего бы не делал. Просто там жила, может, какой-нибудь человек бы формул или лайкнул, я буду доволен. Проблема в том, что это должно было использоваться сразу и продаваться каким-то другим людям. Поэтому были проблемы. Проблема первая. Когда вы делаете библиотеку, другой разработчик обязательно напишет вам злой отзыв. Он напишет, фу, какой ужас, не могу это использовать, есть куча библиотек лучше. Я сам много таких отзывов поставлял, я думаю, что вообще нет. Проблема в чем? Он напишет его не мне, а заказчику. Это как бы двойным моральным уроном пойдет на меня. Поддержка также ляжет на плечи заказчика. Библиотека будет отдана и ее, естественно, возможно придется дорабатывать. Если разовьется JavaScript, разовьется и mobile, мало ли какие там планы. Отсюда следует. Нам нужна превосходная документация. Причем документация двух уровней. Об этом чуть-чуть попозже. А также тестовое приложение, которое будет использоваться. Вот это отдельная вещь. Учитывая, что у нас была еще и такая большая мобильная фрагментация, то нужно несколько тестовых приложений. Кому это все было надо? Приоткрой завес. Заказчиками были какие-то люди, но фирма была большая, а вот непосредственно люди, которые со мной работали, они были индусами. Многие из нас сталкивались с индусами в качестве людей, выполняющих какие-то задания от вас. Может быть, чуть меньшее количество сталкивалось с заказчиками индусами. Это тоже имеет свою определенную специфику. Я не расскажу. Может быть, кому-то будет интересно. Итак. Как с вами разговаривать? Это самое первое. Дело в том, что я неосредственно общался с двумя индусами менеджеров и одним разработчиком. Индусы, из двух месяцев, пока делился проект, находились в Индии, наверное, месяца полтора. Периодически приходили от них имейлы. Извините, я по их вопросам в Индию, я не могу вам ответить. Еще была также проблема, что я писал многовопросные письма. Довольно неплохо в английском языке. Они отвечали обычно на какой-нибудь первый вопрос. После этого я выбрал стратегию «посылай по одному вопрос». Десять письм. Нет, они отвечали на один первый вопрос в одном письме. После этого приходилось как-то строить вопрос так, чтобы он им выдавал ответы всем. Я даже вычерчивал схемы себе, какие вопросы в том задавать не надо, если, например, на первые ответят «да». Какая-то «да» нету случалось. Что меня порадовало? Разработчик оказался белым протестантом с хорошим английским, но он появился в проекте не сразу. Это был как раз разработчик того самого JavaScript-ку с Коколой. Если бы я знал сразу, что он существует, жизнь просто пошла бы легче. Я думал, что индус это разработчик. Я задавал ему соответствующие вопросы, что это за «урлы» у вас там собираются. Я отлично прокачал «Hinglish». «Hinglish» — это мой вариант названия английского языка, в котором отсутствуют глаголы, не то чтобы фразы, а вообще какие угодно. «Стрижение, времена, существительные есть». Вот такой язык «Hinglish». Ребята натурализовались в США, но тем не менее до сих пор говорят на «Hinglish». «Пленирование письменных коммуникаций спасло проект». На самом деле вот связка по коммуникациям. Я многие предлагаю. Вы до сих пор пользуетесь Skype-митингами. Я заметил, какое улучшение на Skype-митингах. Особенно на слух. Люди, которые звонят тебе с телефона. В общем, на «Hinglish» разговаривают, вызывают. Ну, а ты и на «Runglish» отвечай. Вызывает такое столкновение культуры недопонимания, что хочется, наверное, им уехать в Индию сразу. Я подрубил Hangout. И, честно говоря, контакт лицом к лицу очень сильно все дело спас. То есть они увидели, что я живой человек. Я увидел, что они, в общем-то, живые люди. Один из них женщина. И как бы сразу как-то стало все ядно. Так до этого было непонятно ни по именам. Еще как-то. Немножко хочу рассказать. Особенность проекта. Дело в чем? То есть вот дали кусочек JavaScript кода. У него были свои особенности, что он много работал с куками. Там вообще была особенность, что он много работал с куками, как-то следил за пользователем и так далее. Все вот эти вот вещи, они имеют некое отличие между вебом и мобайлом. Заказчик хотел от нас решением всех проблем. Он хотел, чтобы мы ему написали много исследовательских доков, с которыми, например, прочтя заголовки, выберем какой-нибудь потрясающий. В этом такая особенность. Иногда ждешь технического задания, а вот в таком, в проекте такого типа, особенно в библиотеке, ты сам обосновываешь технические решения, то есть пишешь по сути исследования. Почему это хорошо? У меня это было еще завязано на исследование рынка небольшое. Ну, имейте в виду, здесь тоже помогли писемные иммуникации. Фаза аналитики очень сильно повлияла на конечные оценки, то есть их удалось очень серьезно сократить после того, что заказчик выбрал вариант, которым я его подталкивал. Ну, я специально это, наверное, расписался. Вот. Нужно задать максимум вопросов на старте. Иногда не очень удивляется внимание фазе прототипирования. То есть, быстренько ставить прототип на коленке, который покажет жизнеспособность концепции. Самое главное, что заказчик, любой заказчик, монософский, не понимает, зачем тратить деньги на тестеров, аналитиков, а уж тем более написание прототипа, который точно придется выкинуть в корзину. Иногда его нужно делать за счет собственных ресурсов, если вы можете быстро его на мобайле, свои за день-два. То есть реально проверить, что вот эти вещи работают. Чуть позже я покажу, чтобы в моем проекте это было очень сильно критично, что было завязано на политику Apple лета 2012 года. Вот, собственно, немножко ключевой задачи, которую приходилось решать. Частью проекта была определенная слежка за пользователем. В этом JavaScript что-то там следили в куках, за кем-то, как-то. В зависимости от этого генерировали какие-то урлы. Мне нужно было тоже каким-то образом авторизовывать клиента и таким образом организовать некий мобильный куки. Еще на Android и на iOS. Немножко о истории вопросов. Когда-то люди использовали MAC-адреса мобильных телефонов, отсылали статистику. Кто-то собирает по мобильным, да, телефонам статистику. Кто-то по MAC-адресам. Вроде бы все надежно. Проблема в том, что MAC-адрес сменить как бы нельзя. И когда человек хочет как бы поменять свою историю, может сменить номер мобильного телефона, но выкидывать аппарат, например, уже ему не очень хочется. Не очень хорошо. Использовали EMEI, там еще что-то. Потом был проект такой под iOS OpenVid, если не ошибаюсь. В свое время написан. Он определенным образом генировал случайное число, и как-то его так хорошо шарил между всеми приложениями. Ну то есть это был некий автогенератор ключа. Уникального ключа. Но который можно было перезагрузить в определенный момент. Все бы хорошо. Ее даже портировали потом под Android. То есть именно так с iOS под Android. Но летом 2012 года Apple сказал, я наткнулся в этот момент, только получил проект. Он говорит, а давайте вы не будете использовать никакие ваши собственные идентификаторы. Мы очень против этого. Вы нарушаете права пользователей нехороших. Если в вашем приложении будет замечено такое, оно не попадет в App Store. Я должен сказать, что а библиотека должна была использоваться в приложениях, которые, естественно, будут выписывать. Проблемы? Как я вообще могу, не знаю, какие-то вещи вычислять? Мне чуть повезло. Я наткнулся буквально через два дня, как мне прилетел проект, и вышла новая статья Apple, где они в шестом iOS открыли таким образом фичу, так называемый, не знаю, как это расшифроваться, какой-то идентификатор ITFA. Их собственный рекламный, рекламно-ориентированный идентификатор телефона, который как-то там вычисляется. Причем он работает только на шестой версии. То есть на пятой его, в общем-то, нет. И дальше идет огромное прибирательство на формах. «Эй, ребята, у нас же остались пятой версии, а там можно что-то использовать?» Где-то происходит официальный GD, у нас таковый флот, там какой-то чувак приходит и пишет, насколько можно увидеть, говорит, «Давайте так, если вы в шестом будете использовать нашу компоненту, все хорошо. Если в пятом мы увидим OpenVedit, но мы не будем зарезать в ваше приложение». Вот такая вот интересная позиция. А мне нужно было делать и под пятую, и под шестую. Окей. Вот. Итак, я немножко скажу про этот концепт цвета. Теперь, это такая кнопочка в настройках ваших смартфонов. Человек может сам отключить эту вещь, и получалось такое различие кейса. То есть если человек на смартфоне придет и отключит, вот этот айтишник, он мне как бы недоступен, я его как бы не могу получить в функции. А если я свой сгенирую, то мне дадут по рукам. Но вот с этим ограничением пришлось жить. Тем более хотелось получить некий единый код, который был бы одинаков для всех приложений. То есть это тоже была определенная проблема, связанная опять же с тем, что фреймворк для поддержки FAA был только доступен только в шестой версии, а в пятой это были, например, другие фреймворки, немножко другой код и так далее. Вопрос в библиотеке под Android. У клиента, на самом деле, возникло закономерное желание каким-то образом сделать свой код недоступным, хотя оно было очень странно для JavaScript разработчиков. Я нашел, например, пускиты библиотеки в чужих сайтах, спокойно. Ну JavaScript как-то разбирался. В Android мы можем поступить двоярко. То есть мы можем вообще просто запилить джарничек, если он не использует какие-то Android-специфичные штуки, и просто джарничек передавать. Либо использовать аналогию под названием Library Project. Именно сейчас, если есть ситуация в Милос, тогда была такая ситуация. У нас могут быть определенные проблемы, не проблемы, а сложности, трудности, которые нужно учитывать, если ты используешь Library Project ресурсы или вещи специфичные в Android-манифесте. Нужно определенным образом мерчить этот Android-манифест в тестовом приложении, например. Это нужно объяснять, писать, ой, долгой пользователь, не забудь включить манифест, вот это вот, вот это вот. То есть, ну, определенный геморрой. Возникает. Открытость кода или закрытость. Ну, для Android-а мы решили оставить его с открытым, никак особо там не инструкцировать. Необходимо тестирующее приложение одной парочкой. То есть, ну, разработал ты библиотеку, как проверять ее? Она что-то отсылает на сервер. Как проверять ее работоспособность? Ну, для начала нужно проверять, что он вообще правильно собирает эти углы. Вот, в зависимости от каких-то действий пользователей в тестовом приложении. Вот тебе тестовое приложение. Потом, можно, конечно, смотреть логи. Но хочется дать тестировщику, который, в общем-то, не собирается лазить и смотреть логи, ставить у себя Eclipse, там, включать у себя Android и так далее. Ну, можно повсплывать тостами небольшими, там. Нажал на эту кнопочку, смотри, я собрал этот URL, сейчас вот этот отправлю на сервер. Вот. Ну, такая цепочка всплывающих тостов нам лично меня деморализует. То есть, они же умирают, потом они перекрывают друг к другу или заполняют экран. Вот. Тестировщик, в итоге, тестирует не библиотеку, а тестировочное приложение. В библиотеку, в итоге, ты тестируешь все равно сам. Спрашивайся, а нужен ли тут тестировщик, который тестирует тестирующее приложение? Нет, не нужен. Его можно выкинуть. Так. Библиотека для Eclipse. Тут был вопрос. Ну, здесь уже клиент Ферси сказал, что он хочет закрытость кода. Я слышал, что такое есть подрывилось. Я хочу. Я слышал слово закрытость. Полез и нашел какую-то вещь, как static library. Это очень вещь, напоминающая студенческий времена, когда написали какую-то штуку, которая переводит это в какую-то штуку, открывающую там тракозяйку. Собственно static library, вот примерно это я хотел клиент распространять, у себя и не только исходный код. В чем была определенная проблема? Мы руководством в тот момент, который я нашел, но очень хорошо описывало какое-то построение static library, но оно не работало ни фига в последнем исходе. Поэтому приходилось манипулировать флагами, случайно что-то нажимать. На форумах люди говорили, да бросьте вы этот static library, не делайте вы его. Ну, то есть пришлось преодолевать определенные сопровождение следы. Ну, конкретно у меня сейчас есть определенный набор флагов, оставляя которые из static library можно собрать. Кому интересно обратились. Директивы компиляции. Возникла проблема иметь два кода для разных версий iOS или иметь один код и все-таки каким-то образом его по-разному собирать. Ну, можно было иметь два кода, которые отличаются друг от друга импортом разных библиотек, либо использовать макросы. Я, наверное, их не очень люблю, но пришлось переступить через себя и использовать макросы, которые спрашивают «Ой, у тебя шестая версия, подключи вот эту библиотеку, у тебя пятая, подключи вот эту». Ну, наверное, какие-то стандартные вещи. Код получился один, его можно поддерживать вместе, но в сборах так и этот. По крайней мере, как это сделать, я не буду думать. Именно в чем проблема? Потому что в Xcode ты подрубаешь framework в одной сборке, в которой в другой он просто недоступен, например, для каждой версии. Не существует или нет. Документация – сладкое место всего проекта. Проект абсолютно никому был не нужен без двух типов документации. Первая – документация как цитировочное приложение, как static library, например, должно было быть отдано будущим клиентам. А эти клиенты должны были написать гневные отзывы, как все плохо. После этого мы получаем итерацию «Доработать библиотеку». А как дорабатывать библиотеку людям, которые писали только на JavaScript? Для этого нужно следующее вещь. Для этого нужно отличное, как бы так сказать, руководство прямо в коде, как этот код изменять. Я лично это называю DevCases, то есть по аналогии с DevCases, что мне нужно сделать, чтобы добавить вот такой функционал. Например, добавить новую функцию слежения за вашим полом или за вашим весом. Рисурсия, диаграмма, нужно зайти сюда, добавить тот и добавить тот. В принципе, эти действия, как и мое руководство по сборке static library, после нескольких атераций были признаны годными, то есть JavaScript-разработчик смог собирать и добавлять новые функции без особых знаний или усилий. Из особенностей хотел бы добавить такую вещь, как я работал вместе с англоговорящим сотрудником нашей компании, то есть он мне очень сильно помог в компании. Я написал документацию. Он посмотрел и сказал, нет, это русская документация, выкидывай. После этого я расстроился и сделал финтушание. Я пошел и делал документацию Google Maps для Android, вгрызся в нее, выкинул все, что касалось непосредственно Google Maps для Android, оставляя гладкие красивые обороты. В любом случае, в каждый момент времени у тебя есть готовая документация. Не совсем правильно. Чем дольше ты с ней работаешь, она каждый раз остается хорошей, но тем не менее она становится все больше твоей. Доходишь до некоторой критической точки, и можно такую отдавать заказчику. Авторские права, насколько я понял, распространяются непосредственно на техническую информацию. Google Maps для Android я их специально спросил, могу ли я использовать обороты из ее документации. Он сказал, да, можно. Технический спикер после проверки уже этой новой документации очень похвалил мою техническую часть, но сделал пару замечаний по ужасному английскому в оборотах. Я не стал вам раскрывать, что это была Google Maps документация. Все равно было приятно. То есть, в любом случае, нативный спикер сделает из вашей документации на ру-англише, он сделает нормальную документацию, понятную английскому черту. Пусть ее будут читать Windows. Главное, чтобы она дошла до спелого уровня. На самом деле, очень часто те же американцы не сходят в нашей библиотеке, потому что они действительно ру-англиш везде, и в Java-доках и так далее. Дайте даже не техническому специалисту просто посчитать ваши Java-доки. Плюс он их поправит. Ну, и Object, и все доки. Вот. А еще дай коллеге, которые прощают, попробуют использовать библиотеку. Пусть он не лезет в флот, а просто попробует ее, не знаю, написать сам тестовое приложение. Это просто тонный прибег. Тестирование. Тут была отдельная вещь. Как я уже сказал, кейс приложения был очень прост. Это посылать какие-то запросы на серверок. Были обнаружены ошибки в РЕС заказчика. То есть, они производили некоторые не те действия, с которыми нужно. Как вообще выглядит тестировочная ситуация? Я с этим столкнулся первый раз, но чувствую, столкнув еще много раз. Вы посылаете какие-то реквесты на сервер. А там у него какой-то, блин, хайлоад. Этот хайлоад, он же такой не реал-тайм. У меня, конечно, был личный кабинет, чтобы посмотреть, какие запросы пришли в итоге. Но, я, например, отправляю их утром русского дня, американским, следующим вечером статистика агрегируется, агрегируется, выагрегировалась, потом какой-то процесс запускается, видимо, на их утро, и еще в обед американский это все падает в личный кабинет. Ну, где-то через два дня ты можешь увидеть свою статистику за определенные часы. То есть, послав реквесты, я... А, да, ответств мне все время офф приходит. Это самый важный вопрос. Рест — ок! Ты отослал! Ошибочно, не ошибочно. Мне нужно было посмотреть, правильно ли уру я собрал, чтобы он лег туда-то. То есть, нужна ли категория, может, я не так понял, где он скрипт-код вообще. Ноль строк документации в нем было. Через два дня я видел, что мой REST неправилен, или он попал не в ту категорию, и у меня происходила там новая итерация исправления REST. Отличное время, чтобы прописать документацию. Сдерживает два дня просто... А тестер с тестировочным приложением нажимает на кнопки, видит тосты, а через два дня, ну, он ведет в доки, какие он... В 15.00 я отослал два реквеста. Нужно зайти потом и посмотреть, что эти два реквеста упали там через два дня. Действительно, у него тоже была веселая жизнь. Главное, заказчик, он... У него же уже есть backend. Он прекрасный. У него есть прекрасный разработчик, который вас не очень любит, потому что вы у него отбираете какой-то хлеб. У него нет проблем. Чтобы доказать, что есть проблемы в REST, пришлось бы там сопоставлять логи серверов, наши логи, заверять, что наши блоги Android делает правильно, что это там, я не вставил блоги, еще что-то. То есть это определенные блоги сыгрались. Итог. Все довольны, на самом деле оказались, внезапно закончился проект, меня всех подверили, библиотеку стали использовать, есть какие-то приложения, на которые уже используются. Заказчик, правда, написал, что я задал слишком много вопросов, вообще заставил их поработать, потому что пришлось какие-то баги в REST исправлять, нагрузить их разработчика. Ужас. Никогда не говорите, что это не баги. Неожиданное для меня открытие, вся мобильная архитектура очень похожа, прям до безумия. Как я делал? Я сначала решил задачку на прототипе, на андроиде, конечно. Потом написал на андроиде приложение, а потом просто скопировал его в iOS-проект, все было подчеркнуто красным, постепенно перебил несколько слов. И это почти что начало работать, ну, по крайней мере, на уровне классов. Чего вы таким образом достигаете? Не начав писать, это вот важный момент. Можем бы посадить отдельно iOS-разработчика, отдельно Android, и одновременно им начать писать. Это зло, потому что у нас были бы разные классы, разные подходы, мы бы натыкались на одни грабли, и решали бы их, возможно, по-разному как-то. Может, он бы лучше знал, по какому iOS-решему. Но! Поддерживает они нам. В итоге, мы получаем почти идентичный код с точностью для названия классов, ну, компонент, который там... Я написал табличку маппинга соответствующих Android и iOS-компонентов, которые называются, и человек, добавляя функционал, он буквально может скопировать кусочки и адекватно их добавить. iOS расширил бы мобильные возможности, я теперь думаю, что и под Windows Phone будет что-нибудь легко портировать. Ну, а на JS я такой, ну, ладно, язык пошел на лобундарь, я писал игру про боярных, я не видел. Боярных, ладно, пока. Вот. В общем, это все. Если у кого-то когда-нибудь возникнет проблема, чтобы написать мобильную библиотеку именно, я готов еще поподробнее рассказать с кем-экспиринсом, или если есть вопросы по тому, как по-другому следить за пользователем на телефоне за его айтишником, это тоже можно обсудить. У меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Павел Самароков придержит. Вопрос вот такой. С библиотеками действительно много возник. Я вот знаю, что на Android если джажничек собираешь, он в принципе на эмуляторе и на девайсе на самом деле выполняется один и тот же джажничек. А вот на iOS там статическая библиотека, она либо под симулятор, либо под девайс, причем под девайс есть RMV7, RMV7S, RMV6, и все эти кейсы могут быть один. Ну, мне тут в каком-то смысле повезло, то есть я конечно много делал ручками, то есть ручками каждый раз собирал, под определенные вещи, но потом сделал несколько таргетов как бы, сборку под дебаг, ну для пятой версии дебаг модули, реальный модуль, под шестой версией дебаг модули, реальный модуль, все ты собираешь, но скажу честно, 90% времени я пользовался эмулятором под iOS, то есть основную разработку все-таки завершил через него, потому что реквесты на сервер, тем не менее, отсылались по нему нормально, мне это больше не было нужно. В конце, когда static library у нас несколько раз, она просто не заводилась, не находилась на реальном устройстве, были определенные проблемы, ну, пришлось натыкаться на еще определенные говорящие флаги, с которыми я опять же просто не был знаком, а в руководстве, к сожалению, Apple, блин, не предоставляет этой нормальной инфы. То есть, ребята, в чем отличие собрать как раз дебага под это? Приходится, к сожалению, в грабли попасть. У меня сейчас есть просто файлики, вот эти флаги надо выставить, они экспериментальны будем выглядывать. Но вы, в конце концов, смёрзли библиотеку 1A файлов, которые и для девайсов, и для симуляторов работают? Нет, нет, отдельные. У меня не получилось, да. У меня один для симулятора, один отдельный. Код один, а вот сборки и A файлы, они разные. Я не придумал, как это сделать. Понятно, есть мировки, которые вместе собирают. А, ну, не знаю. Согласен, то есть, ну, я вообще сначала боялся, что придется поставить там несколько вариантов X-кода, у меня так сначала истоял, разные варианты ремуляторов, отдельные коды и так далее, потом вот пытался все еще объединять, чтобы даже не было. Да, действительно, есть определенные. А еще вопрос, будешь еще что-нибудь туда продается? Да, теперь, ну, сейчас глаза не настолько зашелены. То есть, я, по крайней мере, увидел, что главное решить в мобильных понятиях этот вопрос. А, как бы, на самом деле, на чем экспериментировать, тут уже, ну, определенные тонкости отличаются, но есть ощущение, что ребята друг к другу смотрят в код и стараются объединять. То есть, ну, где-то с точностью до названия определенных компонентов классов я вижу. Я не знаю, кто у кого копировал, но это дико удобно. То есть, ненависть и аллергия на яблок прошла? Да, ненависть прошла. По сути, по сути, одна и каждая. По сути, да. У меня очень простые компоненты. Отличие было только, что, если для пятой версии они вообще, пятый iOS и Android вообще идентичны, и там и там OpenWiddit используются, то в шестой версии я использовал вот этот вот внутренний класс, новый gitfa и вот ориентировался на кнопочку. А так, действительно, можно сделать почти один к одному. Ну, если ты не используешь какие-то более тонкие вещи, если у вас есть интерфейсы. Не интерфейсы, по-моему, серьезно нет. Спасибо.